Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 21 сентября, Православная Церковь совершает праздник Рождества Пресвятой Богородицы. В горной области, на севере от Иерусалима, на откосе одной из гор около Ездрилонской долины, лежал Назарет. Это был небольшой городок, ничем в истории себя не проявивший. Почему евреи даже несколько презрительно отзывались о нем, говоря, из Назарета может ли быть что доброе? В этом-то городке жила благочестивая чета Иоакима и Анны, которых Господь избрал стать прародителями Спасителя мира. Иоаким происходил из дома царя Давида, а Анна – из священческого рода. Племянница Анны, праведная Елисавета, стала потом матерью Иоанна Крестителя и двоюродной сестрой будущей Девы Марии. Праведный Иоаким был человеком зажиточным, имея большое количество скота. Вся жизнь этой праведной четы, несмотря на богатство, была проникнута духом благоговейной любви к Богу и милосердия к ближним. За эти качества они пользовались всеобщей любовью и уважением. Удручала их, однако, одна скорбь. Они были бездетными, что у евреев считалось признаком наказания Божия. Они непрестанно просили у Бога послать им радость в ребенке, хотя уже в старости им мало оставалось надежды на это. Иоаким был особенно огорчен своим бесчадем, и однажды, принося свой дар Богу, он услышал от некого Рувима жесткий укор. «Зачем ты, прежде других, желаешь принести свои дары Богу? Ведь ты недостоин, как бесплодный». От великого горя праведный Иоаким удалился в пустыню для поста и молитвы. Узнав об этом, праведная Анна, признавая себя виновницей их бесчадия, тоже воскорбела и стала еще усерднее молиться Богу, чтобы он услышал ее и послал ей дитя. В одном из таких молитвенных моментов явился ей Ангел Господень и сказал, «Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь благословенную выше всех земных дочерей. Ради нее благословятся все роды земные. На реки ее Мария». Услышав эти радостные слова, праведная Анна поклонилась ангелу и сказала, «Жив Господь Бог мой! Если у меня действительно родится дитя, то я отдам его Господу на служение. Пусть оно служит ему, восхваляя его имя во всю жизнь». Тот же ангел Господень явился праведному Иоакиму, сказав ему, «Бог милостивно принял твои молитвы. Жена твоя Анна зачнет и родит дочь, о которой весь мир будет радоваться. Вот и знамение верности моих слов. Иди в Иерусалим, и там у золотых ворот ты встречишь свою жену». Праздник Рождества Девы Марии – это праздник сугубой радости. Если, когда рождается простой ребенок в мир, мы испытываем радость, хотя не знаем, будет ли это дитя добрым или злым, то в рождении Пресвятой Девы мы испытываем двойную радость, ведь в ее Рождестве заключено и рождение Господа нашего Иисуса Христа. Наверное, эти же чувства испытывали и святые отцы древности, поэтому и составили тропарь праздника Рождества Богородицы, таким похожим на тропарь Рождества Христова. И поется он на один и тот же торжественный и бодрый богослужебный глаз, то есть имеет одинаковую музыкальную мелодию. Господь благоволил, чтобы его пришествие в мир сопровождалось не одним каким-нибудь чудом, а было окружено множеством чудес. Чудесная звезда вела волхвов к Вифилиемской пещере, чудо привело пастухов поклониться богомладенцу, чудом Христос избежал смерти от руки Ирода. Чудо заставило Симеона-богоприимца прожить более трехсот лет, ожидая пришествия в мир Спасителя, ожидая исполнения пророчества, когда можно будет взять на руки святого младенца и произнести «Ныне отпущайше раба твоего». Чудом появилась на свет та, ради которой Бог отделил еврейский народ от развращающей среды идолопоклонников. Рождество Божией Матери – это тот апогей праведности, которого смогло достичь человечество. В этом деле соединились два действия – Божие и человеческое. От себя люди принесли ту праведность, на которую были способны – праведность Авраама, Моисея, Давида и других прадцев. От Бога была дана благодать удержать ее и соединить в причистой Матери Господа. Результатом этого чудесного соработничества стала приблагословенная дочь Иакима и Анны, «Родители Пресвятой Богородицы были праведными, но бездетными людьми. С этой скорбью они дожили до преклонного возраста». Предание говорит, что им было за 60, когда родилась Дева Мария. Видимо, хотел Господь и в этом совершить чудо, чтобы никто не посмел унизить достоинство Пресвятой Девы и сказать, что она обычная дочь обычных родителей. Нет, ее рождение сверхъестественно. Она есть плод молитв. Всю жизнь ее праведные родители молились о даровании им ребенка. Даже тогда, когда по нашим человеческим меркам уже нужно просто смириться, они все равно продолжали молиться. И, наконец, окончилось испытание их праведности. В этом месте можно было бы сказать, что Господь услышал их, но Он всегда слышал их, как всегда слышит и наши молитвы, только не спешил с исполнением, закаливая веру Иоакима и Анны в горниле скорби, разгорячая их молитву, приводя их к истинно праведной жизни. И вот тогда-то у истинно праведных родителей родилась истинно праведная дочь. Всех, кто в крещении носят имена святых Иоанна и Георгия, я поздравляю с Днем Тезаименитства. Благожелаю вам телесного здравия, душевного спасения и помощи Божией во всех ваших добрых делах и начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Многое вам и благая лето! Сколь велико рождение тщеря, оно привносит радость в мир и, приоткрыв спасенье двери, ликует пением стихир. Сколь долгожданно появление благоуханной чистоты, плод благодушных устремлений, любви, добра и красоты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok